Приветствую вас и давайте для начала определим с вами проблему, которая является на данный момент наиболее важной для вас. Эта проблема заключается в том, что ваша мама не одобряет ваш выбор мужчины. То есть тот мужчина, которого вы выбираете, ее не устраивает по каким-то причинам. Соответственно, почему вашу маму не устраивает ваша мужчина? Это связано с тем, что, во-первых, она, руководствуясь своими материнскими чувствами, материнскими инстинктами, наверняка считает, что для вас, для ее дочери, ни один мужчина не является достойным. То есть у нее есть какой-то определенный идеал этого мужчины, и она стремится только к нему. В силу своего возраста, не осознавая, что этот идеал недостижим. А самое главное, что у вас есть свой идеал мужчины, который вы и пытаетесь, собственно говоря, достичь, которого вы и пытаетесь добиться. Дальше. Следующий важный момент, и момент этот куда более серьезный, чем предыдущий. Дело в том, что вашей маме выгодно, вашей маме, как бы это сказать, удобно, чтобы вы не были другим мужчиной. Потому что для нее это означает потеря вас, как своего спасителя, как свою помощницу, как человека, который мог бы оказать помощь в том, что у самой мамы не получается. Третья проблема заключается в том, что ваша мама, сама имея опыт неудачных отношений с мужчиной, скорее всего, весь муж-курод, попросту говоря, ненавидит, попросту говоря, не любит, не уважает, не ценит, и такое же отношение пытается передать и вам. И вам для начала нужно понять, что, я бы даже сказал, не то, что ваша мама вами манипулирует, нет. Я бы хотел сказать, что вам нужно в первую очередь понять такую вещь, что вашей маме удобно. Вот чем обусловлена такая ее реакция? Вот просто подумаем. Ну, у вас есть своя жизнь, да? У вас есть свой заработок. Вы финансово от них не зависите, наоборот, помогаете им во всем. Казалось бы, живите вы как хотите. Но нет. А если мама этого не позволяет? Так вот, давайте подумаем, подумаем, почему. Говорить о том, что этот мужчина плохой, ну, знаете, не маме с ним жить, а вам. И если ваша мама вас любит, то я думаю, я думаю, что при наличии этой любви к вам, она бы вас давно отпустилась и позволила бы жить своей жизнью, тем более, если у вас есть для этого все условия. Но на этого не делать. Но жена думает о себе. Вам нужно понять, какие желания не дают ей вас отпустить, и возвратить это желание ей удовлетворить. И здесь возникает основная проблема. Дело в том, что ваша мама использует вас как передачик информации, да? Как передачик информации между ею и вашим отцом. Как помощника в решении ее проблем каких-то и так далее. То есть вы сами на протяжении своей жизни тесно вплелись в семейную жизнь. И теперь, когда вы хотите уйти, вы не можете оставить родителей без помощи, как так вы им помогали, вдруг сейчас вы прекратите это делать, но, наверное, вас будет мучить чувство вины. И вот, думается мне, что чувство вины является наиболее ярко выраженным препятствием, по которому вы не можете уйти. Из-за которого вы не можете уйти из своей семьи. Чувство вины перед родителями. Что возникает при чувстве вины? При чувстве вины ответственность за вашу маму, за вашу семью. А обобщая немножечко, что я хочу сказать, можно сказать, что за взрослых людей, ответственность за взрослых людей перевешивает ответственность за вас. И, в первую очередь, вам нужно проследить, тогда, с каких пор, эта ответственность за взрослых людей начала вам прививаться. Потому что прививалась она вам не... ну, не какое-то время, она, скорее всего, прививалась вам изначально, с вашего детства, раз вам идет 30 лет, а вы совершенно ходите с родителями. Значит, родители, в частности ваша мама, прививала вам это чувство ответственности с ранних лет. Вот нужно проследить и понять, для чего она это делала, в какую цель она преследовала. Поймете, когда это... Вы для себя выясните и такую важную вещь, что, когда человек несет ответственность за то, за что он нести ее не должен, а вы не должны нести ответственность за своих родителей, вы не должны помогать им, вы не должны услышать передачникам информацию между ними и так далее, это все способно сделать взрослые, взрослые, пусть и пожилые, но здоровые люди. Вы же им помогаете, то есть вы берете на себя часть их проблем, тем самым, поскольку ваши средства решения проблем, они ограничены, и если вы решаете чьи-то чешие проблемы, то вы, соответственно, не можете решать свои проблемы. Так вот, каждый раз, когда вы берете ответственность за них, вы снимаете ответственность за себя, и получается так, что вы ответственность за них, консенсируете ответственность за себя. Ну, это поведение, понятно, и выгодно вашим родителям, вашей маме, но не выгодно вам. Но для начала нужно снять ответственность за себя по отношению к родителям. Ответственность за родителей вам нужно снять, по крайней мере, в том пункте, в той области, в той сфере, где они сами могут прекрасно справиться. Например, они могут позволить себе ссориться, они могут позволить себе не общаться, и могут позволить это себе именно потому, что знаете, что вы можете им помочь, знаете, что вы послушаете передачу информации между ними, и, в принципе, все будет здорово. Если вы уйдете, волей-неволей придется им друг к другу протираться, какие-то делать уступки. Но они этого не будут делать до тех пор, пока вы будете с ними. И вам, вот этот момент, нужно понять, то есть не получится сразу взять и уйти, например, к вашему молодому человеку. Вам нужно сперва себе дать возможность, дать себе шанс на то, чтобы освободить средства, освободить средства, которые вы обычно тратите на своих родителей. Когда вы освободите, это будет возможно только в том случае, если вы избавитесь от чувства вины, то есть взятие ответственности не за себя, а за ваших родителей. А вам нужно нести ответственность сперва за себя полностью, а потом только нести ответственность за других людей, в частности за своих родителей. Вот когда вы это сделаете, тогда у вас и появится шанс уйти в свою собственную семью. То есть давайте еще раз, чтобы вам было понятно. Вы не несете ответственности за себя полностью. То есть да, вы работаете, да, вы независимы финансово от своих родителей, но, простите, пожалуйста, вы не устраиваете в своей личной жизни и в 30 лет прислушивайтесь ко мнению мамы. Это говорит о том, или даже не прислушиваетесь, а как бы приносите себя в жертву. приносите себя в жертву маме, в ущерб своему счастью. Спросите себя, имеете ли вы право на то, чтобы быть счастливой, чтобы иметь свою собственную семью. Я думаю, что вы понимаете, что да, имеете. Теперь спросите себя так. Родители, которые своего ребенка любят, то есть любящие родители, они дают право своему ребенку жить собственной жизнью и иметь свою семью? Да, дают. Ваши родители, ваша мама это делает? Нет, ваша мама этого не делает. Почему она этого не делает? Потому что ей так удобно, ей так выгодно. У нее есть свои желания, свои цели и свои задачи, средства для достижения которых она видит вас. Согласитесь, подобное поведение никак не является поведением любящего человека, а значит, вам не нужно помогать своей маме. Ваша мама думает только о себе. Вот как ей удобно, так она и себя ведет. Почему вы не можете думать так же, почему вы не можете думать о себе, это непонятно. Из этого я делаю вывод, что вам нужно устанавливать свои личные границы, из этого я делаю вывод, что вам нужно больше доверять своим чувствам, доверять своим эмоциям, расти личностно, потому что вы не можете строить полноценность личных отношений до тех пор, пока вы не являетесь в полной степени личностью. А полной степени личностью вы будете являться и тогда, когда у вас будут личные границы, то есть туда, куда не будет допускаться никто, кроме вас. Это психологическая и физиологическая области, области в вашем личном пространстве. И второй важный момент, это доверие вашим чувствам и переживаниям. То есть вы чего хотите? Вы хотите быть со своим молодцем человеком? Вы хотите жить своей семьей? Это чувство истинное. Оно верное, правильное и естественное. То, что вы испытываете нужду помогать своей маме, это ей навязанное вам чувство, ей навязанное вам ответственность, которая важна ей, вашей маме, но не вам. Только если вы полностью построите свою семью, вам будет все, что нужно. У вас будет своя семья, может быть, свои дети, может быть, что-то еще. Только тогда, когда у вас будет все, что нужно, все, что вы хотите, у вас появится свободное время и свободные ресурсы, вот тогда вы можете помогать своим мамам. Тогда эта помощь будет действительно помощью, а не жертвой. А сейчас вы приносите себя в жертву, и это не является сколько-нибудь правильным. Потому что жертвенность, это всегда попытка человека достичь определенного эмоционального состояния. И отсюда мы заключаем следующий и, наверное, последний вопрос. А какую же цель, какие чувства вы испытываете, когда осуществляете помощь своей маме? Что вы получаете? Получаете ли вы ощущение гармонии? Получаете ли вы ощущение правильности? Получаете ли вы удовлетворение? Получаете ли вы спокойствие, гармонию? Что? Что вы получаете? Вот на этот вопрос вам нужно отнять и ответ. И тогда, когда вы поймете, что вы получаете, вы сможете откалкиваться от этого желания, найти его источник. И понять для себя, верен ли это источник или нет. Я думаю, что этот источник неверен, потому что вы живете не для себя, для своей мамы. А значит, его нужно поменять. Желание само по себе естественное. Стремление к чему бы то ни было, да, к гармонии, к счастью, к спокойствию, к удовлетворению. Это естественно. Но вот средство, которое вы для этого выбрали, оно неверное. И средство нужно поменять. И когда вы того же самого, что вы получаете при помощи вашей маме, будете получать уже другие способы, тогда вы перестанете быть зависимой от своей семьи. Ну и на последок мне хочется сказать вам такую вещь, что вы можете, конечно, стараться угодить всем. Вы можете стараться жить и для своей мамы дальше. Вы можете делать ее цели своими. Но тогда, в течение какого-то времени, а вы уже это узнаете, у вас будет ощущение, что вы живете не для себя. Не по своим целям, не по своим желаниям, не по своим установкам. Вы живете по-другим. И от этого у вас будет появляться обустошение. Потому что вы живете не своей жизнью, а чужой. Но чтобы этого не было, чтобы не было такого, что вы живете в чужой жизни, нужно жить своей. Для этого нужно доверять своим эмоциям, переживаниям и чувствам. Я думаю, что у вас с вашей мамой с детства сложились отношения. Я думаю, что она с детства вас пыталась себе подчинить. И если вот все то, что я вам сказал, не помонит сколько-нибудь наладить вот такое вот обособленное поведение, я думаю, нужно прорабатывать детско-радистические отношения, чтобы, начиная с того возраста, когда вы себя помните, анализировать поведение вашей мамы, понимать, чего она хочет, понимать, что ее поведение завязано на ней изначально, а не на вас. И это значит, что человек поступал каким-то образом, влияющим на вас не для того, чтобы вам было хорошо, и не потому, что, кстати, как-то к вам выродит свое отношение, а именно из собственных целей, именно из собственных переживаний. Если такое понимание у вас придет, в процессе проработки детско-родительских отношений, то, я думаю, вы сможете избавиться от зависимости своей семьи и жить своей жизнью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.